Всем привет, друзья мои! Наконец-то я нашла минутку времени, чтобы взять эстафетную палочку в руки и нести ее дальше. Получила я эту палочку от канала Надежды Буровы. Так и называется канал. Женщины из Подмосковья. Очень интересный канал. Канал начинающий, маленький, только развивается. Всем советую, зайдите, посмотрите, поддержите ее лайком, комментарием. Новичкам всегда это приятно. У нее много интересных цветочков. Я вообще влюбилась в ее теплицу. С этого начала смотреть и смотрю постоянно. В принципе, есть наверное 5-6 каналов, которые я смотрю постоянно. Некоторые начинающие, некоторые уже как бы в самом соку. Смотрю тех, кого мне интересно. Я не взаимщик. И не думайте, что если я захожу, смотрю постоянно, оставляю комментарии. Просто мне нравится канал. Я смотрю для души, с большим удовольствием. Чему-то учусь. В общем, мне интересно. Итак, давайте начнем. Меня зовут Елена. Мне 41 год. Я живу в Рязанской области. У меня большая дружная семья. У меня четверть детей. Все девчонки. Девочки красавицы, умницы, помощницы. Старше 15. Маленькая 2 годика. Такая большая разница. Маленькая очень активная. Поэтому нет у меня времени на записи видео. Снимаю не все и не всегда. Потому что очень она такая, как я уже говорила, активная. Везде ей все нужно, все интересно. И просто она не дает снимать ничего. У меня есть мужчина. Мы живем в гражданском браке. Живем более 10 лет. 6 марта уже будет 11. И с нами живет бабушка. Бабушке 88 лет. Так, ну что еще сказать. Приехали сюда мы, значит, примерно 7 лет назад. Вообще планировали заняться животноводством. Все. У нас были великие планы. Но планы поменялись. Здоровье не позволяют. Была операция. В общем, как-то так. Не будем о грустном. Так, YouTube-канал тоже веду примерно, наверное, лет 5-6. Есть регистрация у меня старая здесь. Если кто-то смотрит, что зарегистрировано давно, это как бы просто регистрация была. Начала вести просто для души. Он, в принципе, у меня и сейчас для души. Но долго и упорно шла к монетизации. Было дело принципа, потому что Дима не сказал, монетизации я никакой не добьюсь. Вот назло ему добилась все-таки эту монетку. Было очень много труда. Вложено, много было эфиров, потому что время набрать не так легко и просто. Кто с монеткой, те уже знают. Проплачивать ничего не проплачивалось. Все своим трудом. С сестрой постоянно делали эфиры. В машине, не в машине. В общем, где только можно. Еще поддерживали дружеские каналы. Ну, как бы мы все друг друга поддерживали. Ну, вот некоторые мы дошли до монетки, некоторые нет. А с некоторыми очень хорошо сдружились, общаемся и сейчас. Так что, девчонки, общайтесь. Это очень важно. Важно даже не то, чтобы для развития канала, просто для себя. Я нашла столько друзей на Ютубе. Очень довольна и счастлива. В принципе, здесь можно всегда пообщаться, с кем-то созвониться, списаться. В реальной жизни такого нет. Реально какие-то там зависти, осуждения, обсуждения. Здесь намного все легко и проще. Так, давайте не будем об этом. Я очень много могу разговаривать и много зависать на одну какую-нибудь тему. Я себе сделала такие небольшие заметочки. У меня здесь блокнотик, чтобы все не забыть. Возможно, что-то упущу, что-то нет. Так, я никогда не думала, что буду выращивать цветы. Люблю огород, люблю животных. Но вот про цветы никак и нигде вообще, даже, мне кажется, мечтаний их не было. Некоторые цветочки у меня были какие-то там, ну, такие домашние, там, кактусы люблю, еще что-то. Так как были детки, было не до цветов. Начали одна, потом вторая, третья, четвертая и так далее. Но сейчас помогают старшие, поэтому можно работать с цветами. Началась моя любовь к цветам с мультифлоры. Мы весной ездили в Сочи со старшей девочкой. Я даже не думала об этом, хотя оттуда могла бы привезти очень много растишек. Я оттуда привезла только самшит и лавровый лист. А лавровый такой классный, я его тоже очень люблю. Тоже он мне понравился. Не знаю, самшит хотелось бы как бы оккультурить около дома что-то там, какие-то кустики хорошие. Ну, сейчас уже смотрю на это все другими глазами. И мне очень понравилась мультифлора. Я очень хотела себе. Посмотрела на Авито в свое время, что-то я не нашла. Потом мне попался канал. У Татьяны дел полно. Очень хорошая женщина, замечательная. Эстафетную палочку обязательно ей передам. Танюша, я знаю, ты будешь смотреть. Так что эстафетная палочка тебе обязательно попадает. Значит, Таня у нас Новосибирская. Я ее уговорила, чтобы она мне отправила мультифлору в черенки. Она мне отправила. Я их посадила, все, росли. Ухаживала, ну, как-то обычный цветочек. Даже не задумывалась о каких-то удобрениях. Там что-то. Все росло, как росло. Они выросли, расцвели, и все. Я влюбилась. И вот осенью начала ездить туда-сюда, покупать эту мультифлору. Уже было поздно. Но все равно я купила себе там какое-то количество разных цветов. Я, конечно, в восторге от этих шариков. Сажаем маленький череночек, получаем такой шикарнейший куст. Так, с этого у меня все началось. Далее. Далее мне захотелось развести петунию, не петунию. В общем, все-все-все, что можно черенковать. Я не люблю семена. Что-то сею, но я к этому не очень-таки отношусь. Для меня это как-то тяжело, не знаю. Ну, неинтересно мне, наверное. Я люблю, чтобы быстро, чтобы все это развивалось на глазах. Ну, а с семенами, допустим, ту же петунию, если посеять, все равно это долго. Вот эти тоненькие ниточки. Ну, не по мне это. Я нашла, где взять черенок, евро-черенок. Ну, как бы уже не евро-черенок, но с евро-черенка получается, выращивается маточный куст. И женщина черенкует и продает. Кстати, у нее достаточно хорошие продажные объемы. Зовут ее тоже Елена. Я ей тоже передам эстафетную палочку. В общем, я заказала у нее цветочки. Цветочки скоро приедут. Для этого создается вот эта комната. Ой, моя малышка, извиняюсь, немножко перебьюсь. Вот и начали просыпаться мои детки конфетки. Первая проснулась Лерочка. Надеюсь, сейчас она посидит, посмотрит мультики и даст маме записать это видео. Итак, значит, эта комната у нас еще не доделана. Еще не весь свет сделан. На нижних полках еще нет подсветки. Купила, но маловато. Вот, на днях приедет от Елены мой заказ. Для меня он большой. Для нее, конечно, маленький. Для нее это ни о чем. Она уже в этом бизнесе давно. А я только начинаю. Что приедет, сейчас рассказывать не буду. Потом обязательно сниму обзор. Обязательно все покажу, расскажу. Будем с вами укоренять, черенковать. В общем, будем делать все, что можно и нельзя. Так, ну а сейчас, пока у меня здесь стоят мои гортюшки. Гортюшки. Очеренкую почками. Заказываю на Валбересе. Приходят не всегда хорошие растения. Ну, что приходит, то приходит. Я увидела у Галины, она с Краснодара, тоже обзор на гортензии. Я просто влюбилась. Я не знаю, это такая красота. У меня цветущих еще не было. Единственное, приходили две. Даже одна была обрезана, одна с цветами, но уже такая, уже ложилась спать. А вот я, значит, размножаю. Некоторые говорят то, что нельзя размножать. Нельзя размножать. Нет такого, в принципе, нельзя. Можно. Можно все. Главное создать условия. Мне не хочется ждать до весны. Вот это долго. Я до весны еще подращу много малышей. И летом, я думаю, они у нас уже будут радовать своим цветением. Потому что сорта у меня ремонтантные. Есть несколько метельчатых. Они у меня спят. Я их не стала тревожить. Весной мы их будем тоже черенковать. Сразу обрезать не буду. Ну, буду отдельно снимать, рассказывать. Могу рассказывать о растениях вечно. Не знаю, я всегда любила сад огород. А вот тут цветочки. Это вообще прям, я не знаю. Я нашла себя в 41 год. И вот, наконец-таки, я нашла то, что я искала, наверное, всю свою жизнь. То, чем мне нравится заниматься. Я очень довольна и счастлива. Обязательно ищите то, к чему будет лежать у вас душа. Тогда у вас все получится. Итак, попытка номер три. Надеюсь, я сейчас успею. Все скажу. И никто отвлекать меня не будет. Кстати, все вопросы эстафеты, их всего три, я пропишу в комментариях. Сделаю закрепленный комментарий, чтобы было более ясно и понятно, о чем вообще я рассказываю и смысл этой эстафеты. Так, значит, секретный миллион. Поделюсь с вами своим секретом. Секрет мой заключается в том, что нужно любить то дело, за которое вы беретесь. Есть миллионы видео в интернете о том, как черенковать, как сеять, как поливать, чем удобрять, чем обрабатывать. Свет, газ, вода, мусор. В общем, обо всем можно найти на просторах интернета. Много обзоров, много статей. Прочитать, посмотреть и взять что-то нужное для себя. Но если вы не любите это дело, оно в любом случае не будет давать вам стопроцентный результат. Нужно любить. Обязательно нужно любить. За что бы вы ни взялись. Цветочки, животные. Не знаю там. Любите вы там машины ремонтировать, там еще что-то. Обязательно нужно любить свое дело. Не просто так ходить и делать то, что нужно. За то, что вы получите деньги, да, как бы, ну, работа. Нет, нужно главное любить то, чем вы занимаетесь. А вот такой будет мой секрет на миллион. Обязательно любите. И занимайтесь любимым делом. Если вы его еще не нашли для себя, обязательно найдите. Потому что я свое любимое дело нашла в 41 год. Я пришла к этому. И уверена, что у меня все получится. Обязательно нужна удача. А без удачи тоже, как бы, мы никуда. Все мы знаем, помним Титаник. Все были богаты, счастливы. Но знаем, что получилось, да. Все было, а удачи не хватило. Ну, вот как-то так. На этом я, наверное, и закончу свою эстафету. Как я уже говорила, эстафету передаю Татьяне и Елене. Пусть это будет два канала. Хотелось мне еще передать Надежде. Но Надежда, я смотрю, получила от другой Надежды эстафету. Тоже мне нравится, кстати, канал. Обязательно скажу сейчас про него. Это Цветы Надежды. Женщина с Воронежа. Очень интересно снимает так. Тихо, спокойно. Но мне очень нравится. Так, ну и все. На этом я, наверное, закончу. Была рада всех видеть. Спасибо за просмотр. Спасибо за лайки. Спасибо за комментарии. Всем пока-пока.